Гудками салютуют поезда. Общество. 23 ноября 8. Гудками салютуют поезда. В начале этой недели нависла серьезная угроза над ЭК-активистами, основавшими лагеря коммуну на станции 6 в Архангельской области, где хотят построить самый большой в Европе мусорный полигон. Накануне сотрудники ЧОПа вручили им бумагу с требованием добровольно убрать палатки, иначе возможна их принудительная ликвидация. Люди через социальные сети призвали россиян к всеобщей мобилизации. На станцию ШИЭС, где в последнее время мороз испытывает всех на прочность и выносливость, приехали более 150 человек буквально со всех уголков страны. В том числе депутаты Мазгардумы от КПРФ Евгений Ступин и Павел Тарасов. Как чуть позже написали в своем блоге ЭК-актив Ситы, утром в Совете депутатов администрации поселения Урдома состоялась встреча с депутатами Мазгардумы Евгением Ступиным и Павлом Тарасовым. Присутствовали и участвовали депутаты всех муниципальных уровней, работники администрации, члены инициативной группы, ветераны, а все мы вместе простые урдомские жители. Чуть позже приехали и присоединились активисты с АСТ ШИЭС Виктор Вишневецкий, Юрий Чесноков и ДР, сразу разбавив разнообразный парфюм запахами тайги и костра. Двухчасовое общение прошло в теплой, дружественной атмосфере. Мы поделились с гостями информацией, фактами о нарушениях на станции ШИЭС. Московские депутаты рассказали о своих впечатлениях от посещения коммуны на ШИЭС и бесед с охраной непонятного объекта. Сообщили о своих планах на будущее. Был оговорен ряд дальнейших совместных, в том числе парламентских, действий по недопущению любого строительства в районе СТ ШИЭС. Местные жители и экоактивисты в своих комментариях после встречи с московскими коммунистами делились соображениями, что присутствие депутатов из столицы предотвратило планировавшийся штурм Микогородка. Только что Евгений Ступин в своем блоге социальной сети ВКонтакте опубликовал. Север живет борьбой с авантюрой московских властей о завозе мусора на ШИЭС. Наклейки против московского мусора на машинах, на домах. К борьбе подключаются старики и дети. Кто деньгами, кто посылками, кто личным дежурством, кто жалобами и исками в суд. Общенародная борьба продолжается уже более года. Беспрецедентный для России пример длительного массового мужества, патриотизма и проявления активной гражданской позиции. Но даже такая поддержка не заставила власти региона отказаться от планов покончить с совершенно мирным и справедливым протестом, уже охватившим всю страну. В паблике Урдома онлайн буквально только что появилось предупреждение ко всем участникам акции протеста. В нем, в частности, говорится. В последние дни поступает информация о подготовке очередной провокации властей на станции Шиес. В палаточном лагере, на постах и в населенных пунктах возле Шиеса стали появляться люди, которые ведут себя тихо, но в одиночных беседах склоняют местное население к нападению на ЧОП и строителей полигона. Ведутся разговоры о слабости протеста и ускорении темпов подготовки для разгона лагеря. Мы еще раз заявляем, что наш протест мирные все попытки властей, строителей полигона, экстремистских и радикальных партий и групп вывести противостояние на вооруженный конфликт обречены на провал. Действия именно провокаторов будут сообщены средством массовой информации через интернет. Очень серьезное предупреждение. Оно, как ничто другое, показывает озлобленность власти и ее полное непонимание, что делать с праведным людским негодованием. Огромные ассигнации в глазах и мечтах вполне могут толкнуть ее на самые жестокие шаги. Актитвисты, которые регулярно приезжают в коммун УШС, пишут, что за последние пару месяцев перемены в палаточном лагере произошли ошеломительные. На посту костер бивуаки с навесом превратились в укрепленный домик со стеклянными окнами. Внутри теплая печка, удобные сидения и даже кровать. Некоторые активисты живут здесь с мая. Сейчас плотный слой снега облегчил возможность добраться до станции 6 и поста Ленинград. Дорога утопта на сотни мейко-активистов. Сотрудники охранного предприятия встречают новоприбывших вдоль всей железной дороги, вдоль насыпи. Что тут сторожат чоповцы, никто внятно объяснить не может. По мнению местных, они тупо считают тех, кто прибывает каждый день и, возможно, ведут скрытую видеосъемку. Но, когда на них наводишь фото или видеокамеру, мгновенно отворачиваются. Зимнейшие значительно привлекательнее за счет белизны снега и развивающихся на его фоне флагов и плакатов. Летние времянки и навесы заменены утепленными постройками. Для зимы уже построили 6 маленьких домиков, в которых защитники Шиеса будут пережидать морозы. Поезда проезжают мимо с протяжными гудками, так они приветствуют эко-активистов. Люди машут в ответ. 18 ноября, с утра, в палаточный лагерь прибыли жители Урдомы, Мадмасе, Архангельска, Сыктывкары и других городов страны. Приехали даже ставропольские казаки, которые предлагали ко-активистам создать общину хозяев земли русской. Люди, как обычно, жгли костры, варили супы и каши, ходили дежурить на посты. Все это вперемешку с тревожным ожиданием. В полдень по Набату, означающему сигнал тревоги и общего сбора, живущие в коммуне устремились к станции, где депутаты Мазгардумы Евгений Ступин и Павел Тарасов провели им мастер-класс, как общаться с сотрудниками ЧОПа. Депутат Евгений Ступин попытался пройти на огороженную территорию, где находятся общежития охранников и часть техники. Однако народного избранника туда не пустили. Слухи о ликвидации лагеря появляются регулярно. В конце мая экоактивисты получили бумагу о том, что лагерь снесут в связи с проведением расчистки полосы отвода. Тогда также на станцию приехали сотни людей, и никаких активных действий ЧОП и полиция предпринять не смогли. По убеждению Greenpeace России, строительство полигона УСТ 6 идет с рядом серьезных нарушений. Работы начались без технического проекта и разрешения на строительство. Авторы проекта не провели оценку воздействия на окружающую среду, общественных обсуждений, не представили экологическую, градостроительную и другие экспертизы проектной документации. При этом к концу прошлого года они успели вырубить 14 гектаров леса, расчистив территорию для строительства полигона, а к концу минувшего лета было вырублено уже 32 гектара леса. Кроме того, полигон пытаются строить в границах санитарной зоны источника питьевой воды. Это нарушает требования Санпина и, по мнению Росводресурсов, может привести к микробному или химическому загрязнению бассейна реки Вычегды. По данным опроса, проведенного в августе, против строительства полигона выступают 95% жителей Архангельской области. Договор без возмездного пользования этим участком уже закончился, и ни у какой организации нет никаких прав вести там какие-либо работы и под их предлогом выдворять активистов, заявляет Greenpeace. А вот протестующие граждане имеют полное право там быть сколь угодно долго согласно статье 11 Лесного кодекса РФ. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, а никто не выводил эту территорию из земель лесного фонда. Избиваемые ОМОНом и подвергаемые унижением от пьяных охранников люди почувствовали свою силу и сплотились в борьбе с безликой властью, которая ничего не может поделать с горсткой беззащитных граждан. Впрочем, сейчас их уже не горстка, регулярно происходят митинги, к ним постоянно приезжают депутаты от различных политических сил, и на митингах звучат призывы к отставке губернаторов Орлова и Гапликова, КОМИ. Сейчас уже протесты политизируются. И еще новость, о которой в Шиессе говорят с нескрываемой надеждой на справедливость. Как пишут и коактивисты в том же Урдома, онлайн, свершилось. Не все активистам ходить избитыми и подвергаться преследованиям за несовершенные преступления порой отвечать и сотрудникам ЧОП гарант безопасности. Возбуждены уголовные дела против шейских охранников по двум эпизодам. В первом эпизоде по статье 112 УК РФ умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело в отношении охранника ЧОПа по факту избиения Антона Стрельникова. По второму эпизоду возбуждено уголовное дело по факту побоев и коактивиста, имена пострадавшего и свидетелей пока не разглашаются. Сейчас проводятся следственные действия и экспертизы. Эту информацию подтверждают и депутаты Мосгордума от КПРФ. Анатолий Тарасов.